Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум Брифинг традиционно очень важное мероприятие, где участники всегда рассказывают о том, что нужно себя хорошо вести в дорожном режиме, не нарушая скоростной режим, внимательно относиться к окружающей среде и все прочее. Кроме того, обязательно рассказывают про первый спецучасток. Соответственно, он у нас начинается завтра. Сначала у нас дорожная секция 400 километров, после чего 180 километров боевых и, по-моему, 120 или 180 окончательного ли озона до Бивуака. То есть, всего завтра мы должны проехать порядка 800 километров. Это займет у нас, я думаю, что порядка 10 часов. Стартовка у нас будет чуть позже. Мы, наверное, стартуем порядка 7 часов 20 минут отсюда, из закрытого парка. Поэтому, я думаю, что в следующий Бивуак мы прибудем, ну, наверное, часам к 6-7 вечера. Да и бог, если все пойдет удачно. Сегодня у нас вечером по плану должен быть торжественный старт через Арышку. Мы должны красиво проехать. Поэтому, надеюсь, что, опять же, будут красивые кадры и мы все сможем полюбоваться тем, что предоставляют нам организаторы Дакара. Первый спецучасток традиционно всегда очень сложен тем, что машины ехали через океан. Возможны какие-то мелкие технические огрехи, возможно, какой-то вкат экипажный. Да, нужно вспомнить, уже давно не сидели в руле, там кто-то месяц, кто-то два. И поэтому это просто вкат. Да, привыкнуть к температуре, привыкнуть к автомобилю, почувствовать покрытие. Завтра достаточно легкий день, 180 километров. Но это, в общем-то, дорожные секции, это грунт, это гравий. Возможны какие-то горные спецучастки, серпантины, потому что окончательная, непосредние 10% спецучастка проходит на высотах до 2 километров. Соответственно, это накладывает дополнительный отпечаток и сложность на гонщиков. Почему? Потому что на 2 километрах не хватает кислорода, моторы работают хуже. И поэтому это дополнительная нагрузка на программное обеспечение. Ну и последний вопрос. Завтрак, гонка. Ты вообще как себя ощущаешь? Я ощущаю себя прекрасно, потому что у меня замечательная команда, у меня очень хорошие механики. И я надеюсь, что мы сделали все, что могли. Поэтому переживать уже бессмысленно. Все, что сделано, уже сделано. И поэтому я надеюсь, что завтра все пройдет замечательно. Дакар – это очень сложный ралли-марафон. Он очень длинный. 10 тысяч всего километров, из которых 5,5 тысяч боевых, 4,5 тысяч перегонов. И ралли-марафоны не выигрываются на храпах. Это очень важно сохранить технику, очень важно сохранить здоровье, очень важно сохранить автомобиль. Потому что количество запчастей и здоровье строго лимитированы. Поэтому очень важно хорошо начать в спокойном темпе. Почувствовать темп, почувствовать машину, почувствовать экипаж. И стараться улучшать каждый день свой результат. Тихонько, степ-бай-степ, потихонечку, спокойно продвигаться вперед. Ну, мы желаем тебе удачи. Спасибо огромное, было очень приятно. Это праздник. Ну, это Дакар. Все к этому стремятся. Мы здесь. И слава Богу, есть здоровье, силы, уверенность в машине. Мы впереди. Первый Дакар? Нет, второй Дакар. Второй? Как в прошлом? Первый был в 2012 году. 100 километров не доехал до финиша. Блин, это очень хороший результат. Очень хороший, да. Двигатель взорвался тогда. Цель, конечно, до конца, как же. По-другому нельзя. Каждый год организаторы загоняют нас на час раньше. Мы приезжаем, но каждый, кто приезжает сюда, считает своим долгом, залезть на подиум, вылезти из машины и обязательно помахать руками. Организация всегда отличная, но при этом мы всегда опаздываем из-за этого, но нас это не беспокоит, потому что это море эмоций, море зрителей, и нам очень это нравится. И сейчас мы будем делать то же самое. Я вылезу на капот, нет, на крышу, и буду оттуда помахать руками. И вы обязательно это снимите, чтобы все видели, что русские тоже есть на Дакаре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова 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 А.Кулакова